Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» тем, кого хочешь поблагодарить, в Славянском районе никого не оставила равнодушным. Жительница хутора Прикубанского Светлана Хрипун испекла красивый и вкусный пирог с двумя начинками. Одна половина была со сливой, другая с абрикосом. Мастерство печенья пирогов ей передала мама, которая выпекала их по традиционным рецептам в русской печи. В печи пекла пирожки, именно русская печка была она прям в кухне, отец построил ее и в сковородках, вот этот жар там выгребали и все, она такой у нее процесс был, она переживала всегда, чтобы получилось. Сейчас же видите, наши дрожжи уже вот эти вот в пачечках, а раньше были вот эти дрожжи, сами делали, поэтому это был долгий процесс. Но зато пирожки, это получали все удовольствие, и соседям хватало, и нам всем, конечно, все это мама. Сейчас, конечно, для выпекания используется современная духовка, но одно осталось неизменным. Чтобы все хорошо получилось, нужно делать это из лучших продуктов, с душой и никуда не торопиться. На пирог от замешивания теста до полной его готовности уходит не менее трех часов. Конечно, ставишь опарку, она подходит, затем туда яйца, муку, все, и вот таким образом получается пирог, испечется он в духовке минут сорок, потому что это не быстрый процесс. Вообще, чтобы испечь пирог, это надо минимум три часа, потому что тесто дрожжевое, ему надо отдохнуть дать, надо немножечко надышаться, вот тогда будет получаться. И, конечно, надо всегда, чтобы было хорошее настроение, тогда получится. Этот прекрасный пирог, украшенный российским триколором, волонтеры вручили сотрудникам станции скорой помощи Славянской ЦРБ. Этот пирог испекли жители Прикубанского сельского поселения. От их лица мы передаем его вам, говорим спасибо за ваш такой нелегкий, но очень важный труд. В небольшом хуторе Прорвинский Черноярковского сельского поселения любят и умеют печь рыбные пироги. Жительница хутора Марина Селецкая рассказала, что для теста использовались самые свежие молоко и яйца. Как сказал один очень хороший человек, тесто надо любить и уважать. К нему нужно подходить с хорошим настроением, с чистой душой, со светлыми мыслями, и тогда тесто порадует. На начинку пирога пошел отличный Сазан. Конечно, чтобы пирог таял во рту, нужно было проявить незаурядное кулинарное мастерство. Пирог очень вкусный, начинка рыбная, Сазан, его пережарили, кости все выбрали, туда лучок, морковочка, немножко капусточки поджарили. Очень вкусная начинка, начинку можно даже без пирога есть. А тесто замечательно, в тесто идут самые свежие продукты. Яички из домашней курочки, молочко домашнее, все самое свежайшее. И получается такой красивый пышный пирог. Мы с радостью и с любовью испекли этот пирог и хотим поблагодарить врачей за их самоотверженный труд. Этот замечательный пирог был передан сотрудникам инфекционного отделения Центральной районной больницы. Здоровья вам и всего наилучшего, и выступающим Днём России. Спасибо вам большое. Нам очень приятно, что вы цените наш труд, и мы очень стараемся победить эту болезнь. Для медицинских работников сегодня, в период пандемии, очень важны и нужны такие знаки внимания и уважения в преддверии Дня России. И горожане приняли участие во всероссийской акции. Многодетная мама, учитель иностранных языков третьей средней школы Мария Новикова испекла пирог с фруктовой начинкой и, как и все, украсила его российскими флажками. Мы узнали, что в нашем городе проходит такая акция «Испеки пирог и скажи спасибо». И мы решили своей семьей тоже поучаствовать. Наш пирог предназначен для моего учителя, наставника, а ныне коллеги Шенгеля Заури Владимировича. Заури Владимирович является майором в отставке и очень много лет проработал в средней школе номер три. Ветеран Вооруженных сил России Заури Владимирович Шенгелия сердечно поблагодарил за этот вкусный подарок всех пришедших к нему. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».